Я перенесся до 3 апреля, ну что, все мы знаем, события печальны, тем не менее, хорошо, что концерт состоялся, и мы продолжаем творить, нести добрый речный разум, наверное, что, собственно, музыкантам и надобно делать. Ну, как у меня пескировок, наверное, уже никого не уничтожить инструментом, но если кто-то впервые видит этот инструмент, то я должен тебе немножко расскажу, ну, совсем коротко. Так, инструмент без клапанов, без различных вентилей, отверстий, впрочем, два отверстия имеются, да, вход и выход, то есть все, что играет музыкант, это все за счет так называемой губной комиссуры. Три метра шестьдесят сантиметров, это не самый большой альпийский рог, не самый длинный, не буду вам задавать вопросы и сказать викторину, какой самый большой альпийский рог в мире, но и, как кто-то уже слышал от меня, 47 метров длинный, есть такой инструмент, я видел его только часть, находится он в городе Кринс, недалеко от Руксерна, собственно, мастер, который его сделал, Йосеф Стокер, и живет в этом маленьком городе, и делает инструменты, много, он делает 200 штук в год, это такая фабрика, действительно, изготовление альпийских рогов, и они пользуются спросом, не только, кстати говоря, в Швейцаре, на альпийских рогах играют даже в Канаде, в Америке, Франция, очень популярная, Австрия, я не встречал в Голландии, Пенелюкс, есть один квартет альпийских рогов, буквально я с ним буду познакомиться, неделю назад, на фестиваль, проходят такие фестивали, альпийских рожищников, самый большой фестиваль был в городе Нэнда, это Швейцария, несколько лет назад, где собралось 560 исполнителей вот на таких инструментах, но, конечно, они непрофессионалы, большинство из них любители, пастухи, учителя, люди, кстати говоря, один у меня знакомый есть, он директор гостиничного комплекса большого, то есть разные люди, но им нравится играть на альпийском роге, потому что инструмент очень интересный, у него есть функция и терапевтическая, но об этом, может быть, попозднее, когда я открою клинику по работе над порыхиальной основой, и это я на будущее себе рисую так вот. Действительно, вон на такой истории альпийского рога была такая клиника, ее создал доктор Хефти, я запомнил фамилию. Действительно, это где-то был в 18 веке, и пациенты, в Швейцарии, конечно, пациенты играли на альпийских рогах и пели, вот как я сейчас попробую, да, вот так называемый йоргер. Я только начинающий йоргер, я только начинаю учить эту систему пения, но уже не пью, уже бегаю, ну, выпиваю иногда. Вот так вот, да. Удивение очень большое. Сейчас мы переходим к другому инструменту, поменьше, тоже, в общем, родственник Альпийского. Это пастаральный, называется пастаральный рожок, корно-пастурничий. Давайте мы ее сыграем, о котором я расскажу историю. Потому что слишком много говорили. Сыграемое произведение Леопольда Борцова, отца Вольфганга, и действительно это произведение по названию симфония пастурале. Пастурале симфония написана была для пастарального рожка, корно-пастуричи, и арранжировка, сделала арранжировка для, для, в оригинале для камерного архиста. Пастурале симфония Пастурале симфония Пастурале симфония Пастурале симфония Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вот кинестатическая история, она вам помогает, оказывается, попадать правильно на ноги. Так что на своих мастер-классах, если кто-то захочет обучаться у меня на олимпийском роге, вдруг, бывает такие. Кстати, девочка сейчас у меня приходила ко мне, десятилетняя, не может оторваться, играет, но она говорит, я не могу ее оторвать от олимпийского рога. Это вот то, с чего я начал. Терапевтический эффект. Дерево. Дерево очень мягкое и благородный материал, который действительно как-то, не знаю, ну омолаживает, что-то. Смотрите на меня, 85 лет, неплохо выгляжу, правда? Ну, такие шутки у нас музыканты, да? Вот, ну, не важно. Важно то, что инструмент, кроме того, что он сделан мастиком, да, человек вложил туда душу, и понятно, что для него это как ребенок. Мастера зовут Ханстаев. Он не швейцанец, он немец. Я был у него в Пайшце, есть такой город, недалеко от Мюнхена. И заказал его инструмент, год ждал. Он говорит, Аркадий, я вообще-то уже инструменты не делал, я уже старенький. Но он послушал, как я играю, вдохновился и сказал, что я вам обязательно это сделаю, потому что вы, ну, вы хорошо играете. Что-то приятно. Я, 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 я шел, ну, вот, и мне почему этот инструмент пригляделся, ну, во-первых, он из восьми частей. Я вот сейчас не буду его разворачивать. То есть уже можно спокойно летать, да, на самолетах и возить с собой. Раньше это была большая проблема. Особенно, если у вас еще, ну, вот, Фатурна, Писк, еще у меня там, Покет Трампа, это, ну, еще один инструмент, о котором я еще не говорил. Или фан-хоррор. Так много инструментов, ну, и как с этим летать? Конечно же, невозможно. Разбирается на ухим частей. Это уже хорошо. Ну, и последнее, что об этом в уроке можно сказать, то, что у него есть инициал. Может быть, кто-то вот с первых рядах видит, да? Ребята, посмотрите, да, видите? А.С. Да? Ну, поймите, А.С. Критическим таким шрифтом. Мастер просто написал мои инициалы. Аркадий Шоу-Клотер. Ну, пару лет назад я играл с оркестром Швейцарской Цуллиховой, Тон Хале, оркестром, произведение, написанное специально для меня, моим другом, и оркестр начало. Ну, там еще был агретановый певец, который под этот агретановый голос, потрясающий певец, Кристиан Центр. И в первой репетиции у нас была, в первую репетицию подошел ко мне артист. Ну, вы знаете про артистов, много анекдотов разных и историй таких, забавных. И вот, это еще одна, туда, в коллекцию, копил. Подходит ко мне артист, так удивленно читает эти две буквы, А.С, и произносит Антонио Стративари. И тогда уже пришла моя очередь, я говорю, ну, конечно же, Антонио Стративари сделал единственный агретист пирог в своей жизни. И он у меня. А то, что вот эти скрипки он там делал, столкнул. Вот такая же, путешествие дальше. Путешествие вообще непонятное. Русские евреи, родившиеся в Москве, играют на европейском уроке. А блюз, что еще надо говорить, во французском пиджаке. На самом деле, пиджак не французский пиджак сделали в Санкт-Петербурге. Тем не менее, это я. Песа называется «Изи-блус» или «Орт-блус». Песа называется «Изи-блус» или «Орт-блус». Песа называется «Изи-блус». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА